Данилу всего 10, но его упорству и целью срубленности может позавидовать даже взрослый мужчина. Мальчишка родился без кисти и левой руки, но это ему совсем не мешает добиваться успеха в боевом виде спорта. Совсем недавно Данил завоевал первое место на первенстве Забайкальского края по самбо. А ты вот удивился, когда ты занял первое место? Да, удивился. Да, очень удивился. Я думал, второе место будет, либо третье, и в итоге вот первое. Мне так понравилось вообще. Я хочу, чтобы у меня все первые места были. Мне не страшно заниматься, потому что тренер очень хороший и давно тренирует. Тренер Тимур Сугаров не сразу согласился тренировать необычного подопечного, но посоветовавшись с коллегами, все же решился взять его под свое крыло. Для особенного спортсмена приходится корректировать технику захвата и броска, но при этом спрос с него, как со всех. Раньше, допустим, переживал, но всегда у него такой характер бойкий, бойцовый. Он приходил, он, получается, проигрывал, но на следующей тренировке он всегда был железобетонным. Мы ездили, получается, на сборы в детский лагерь самородок спортивный. Так вот, он там стал в абсолютном первенстве, первое место занял. Получается, там они подтягивались, бегали, прыгали, еще там что, отжимались. И вот он там первое место взял среди всех. Несмотря на недюжинную силу и навыки броска, Даня очень миролюбивый. Борется он только с соперниками. Говорит, что даже в самой конфликтной ситуации не применит свои способности. Я боюсь кому-нибудь повредить что-нибудь. Например, кого-то ударить, и это... Он нечаянно от чего-нибудь тоже опять ударился, себе оттолкнул, и он ударился от чего-то, и это... Кому потом ляжет. Поэтому я никого не бью, там, не задираю. Характер в юном спортсмене закаляли с раннего детства. К нему с самого рождения относились как к здоровому ребенку. Поблажек не делали и не пекали слишком сильно. Когда Данил захотел начать заниматься спортом, родители были только рады. Хоть мама немного и переживала. Ну, конечно, страшно, боялась. Ну, как он, там же захваты, как он будет одной рукой. Ничего, справился первые две, два соревнования мы вообще боялись. Ну, проигрывал, плакали вместе с ним, плакали. А потом пошел, вошел во вкус, второе, первое и третье места начал занимать. Об олимпийских успехах Данил пока что не мечтает, а просто занимается спортом в свое удовольствие. Недавно он открыл для себя езду на самокате. Даже упросил родителей купить ему профессиональный. Летом планирует заняться фристайлом. Даниил Батминский, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.